Итак, сегодня 19 июля 1893 года родился Владимир Владимирович Маяковский. Он родился в село Багдаде в Грузии, в семье Лесничего. В 1902 году Владимир начал учиться в гимназии в Кутаисии, а в 1906 году после смерти отца семья переезжает все-таки в Москву. Там юный Маяковский поступил в пятую гимназию, где познакомился со студентами-большевиками. В 1908 году Владимир бросает гимназию и поступает в РСДРП, чтобы заняться революционной борьбой. Впрочем, впоследствии он из партии вышел, неоднократно, правда, подвергался арестам. В 1909 году в одиночной камере Бутырской тюрьмы он начинает писать стихи. Отныне его целью становится создание социалистического искусства. В 1911 году поступил в Московское училище живописи вояне и зодчества. Именно там он примыкает к группе Куба футуристов, демонстрирующих протест против устоев общества. Первое опубликованное стихотворение «Ночь» появилось в 1912 году в футуристическом сборнике «Пощущина общественному вкусу». За участие в литературных выступлениях футуристов молодой поэт был исключен из училища в 1914 году. В 1915 году он заканчивает работу над поэмой «Облако в штанах». Поэма имела большой успех. Маяковский, стремившийся продемонстрировать свое отвращение к начавшейся Первой мировой войне, пишет антивоенную лирику. Вот такие, например, как «Мама» и «Убитый немцами вечер». «Я и Наполеон» — поэма «Война и мир». В 1923 году поэт создает поэму «Про это». В 1925 году, значит, совершает длительный путешествие за рубеж, посетил Гавану, Мехико, США. Во время поездки он выступал с докладами и чтением своих стихов. В последующие годы поэт активно сотрудничал с известнями комсомольской правдой. Его произведения появлялись в журналах «Новый мир», «Молодая гвардия», «Огонек». Помимо этого, Маяковский писал сатирические пьесы. «Клоп», например, в 1928 году, «Баня» в 1929. Пьесы были поставлены в театре Мейерхольдом. Во время своей творческой деятельности поэт написал также множество прекрасных лирических стихов, многие из которых были посвящены его возлюбленной Лиле Брик. Ну вот, 14 апреля 1930 года считается, что Владимир Маяковский покончил с собой. Хотя вот были и другие предположения, что все-таки его, возможно, убили. Ну, итак, стих Маяковского называется «Лиличка». Дым табачный, воздух вывел, комната, глава в Кручевыховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленные гладил. Сегодня сидишь, вот, сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, изругав. В мутное переднее долго не влезет сломанное дружью рукав в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу. Я, дикий, обезумлюсь отчаянным и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая. Давай простимся и сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря, ведь висит на тебе куда бы ни без жалобы. Давай в последнем крике вырявить горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморит, он уйдет, разгляжется в холодных водах. Кроме любви твоей, мне нету моря, а у любви твоей с плачем не вымолить отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный ляжет по пожаренному песке. Кроме любви твоей, мне нету солнца, и я не знаю, где ты и с кем. Если бы так поэта и измучила, он любимую на деньги и славу выменял, а мне не радостен звон. Кроме звона твоего любимого имени, я в пролет не брошусь, не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мной, кроме твоего взгляда, не властное лезвие ни одного ножа. Завтра будешь. Завтра забудешь, что тебя карнавал, что душу цветущую любовью выжить. Десутных дней взметенный карнавал растреплит страницы моих книжек. Слов моих сухие листили заставит остановиться жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Ну вот, как видим, он в стихе не собирался поканчивать самоубийством, но вот именно вот так вышло. Ну что ж, с днем рождения, Владимир Владимирович Маяковский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok